здравствуйте мои уважаемые зрители я рад вас снова приветствовать на канале среда обитания огромное спасибо всем кто зашел посмотреть мой очередной видеоролик сегодня он будет посвящен двум достаточно крупным городам что не характерно для моего канала я обычно рассматриваю более такие компактные какие-то населенные пункты так как с крупными городами провести обзор полноценный небольшой такой ну просто это невозможно ролик займет огромное время но тем не менее в общем в планах что сделать сейчас мы с вами просто гуляем по улицам смотрим что происходит в обоих городах второй ролик я планирую сделать уже по достопримечательностям непосредственно в обоих этих городах сегодня в принципе я выполняю просьбу одного из моих зрителей и поэтому сравниваем такие два города вернее проводим обзор сравнения двух таких городов как хабаровск что на дальнем востоке находится и в россии конечно же и мариуполь что находится в украине данный город именно мариуполь заказчик попросил сравнить с одним из городов дальнего востока что мы с вами с удовольствием и сейчас сделаем оба города по населению в принципе достаточно схожи в мариуполе население почти 500 тысяч человек и в хабаровске чуть более 600 тысяч как обычно выражаю огромную благодарность всем тем кто заходит на канал пишет комментарии ставит лайки подписывается всем огромное спасибо отдельная благодарность тем кто делает определенные какие-то донаты взносы на развитие канала это просто неоценимый вклад конечно же огромное вам спасибо что вы остаетесь со мной и меня всячески поддерживать и в том числе и с финансовой стороны и так начнем с города хабаровск вот так он выглядит со спутника город еще раз повторюсь достаточно тоже крупный город на реке амур что в восточной части в юго-восточной части россии на берегу реки располагается краевой парк имени муравьева амурского с бронзовой статуей бывшего губернатора кроме того на южной окраине парка находится комсомольская площадь где возвышается собор успения божьей матери с белоголубыми башнями а в краеведческом музее собрана большая коллекция природных экспонатов в том числе и драгоценные камни но еще раз говорю наверное по достопримечательностям давайте посмотрим отдельно хочется больше погулять все-таки по городам так как они довольно таки крупные мариуполь город в приазове донецкой области украины крупнейший город на берегу азовского моря пусть и реки кальмиус и кальчик вот так выглядит этот город со спутника тоже здесь открывается я так думаю вид на море очень прекрасной но мы может быть его также и посмотрим ну а начнем гулять наверное все таки из города хабаровска по традиции мы попадаем в самый центр это площадь центральная вот таким образом она выглядит дата съемки здесь конечно же не совсем свежий это 17 год но более свежие какие-то изображения мы конечно тоже с вами посмотрим вот так выглядит окружающая обстановка здесь что же хочется сказать что даже на 17 год все довольно таки неплохо вот такие вот цветы на столбах освещения что довольно таки часто можем наблюдать именно восточной европе но не в россии допустим сами здания посмотрим дорожное полотно здесь плитка на тротуаре тоже довольно таки такой широкий тротуар так хочется посмотреть поближе как выглядит сама площадь но вот на площади достаточно крупная плитка видим здесь я так понимаю что дом правительства расположен фонтан вот так находится по середине площади ну что вид очень конечно красивый честно говоря даже несколько не ожидал хотя может быть фонтан вот этот вот как-то поменьше надо было сделать город довольно таки большой если проводить мероприятие он будет здесь конечно не уместен мы людей на площадь будет собираться достаточно много так давайте повернемся посмотрим улицу смотрите как замечательно выглядит видно уход за деревьями здесь тоже такие вот цветы расположены и они не искусственные это живые цветы по улице фрунзе мы отходим дальше от центра что ж картина здесь особо не поменялась худшую сторону что очень радует посмотрите безбордерная среда присутствует но вот эти вот ларьки конечно может быть несколько портит такой общий вид конечно они бы уже и не нужны несколько вот здесь замечаний по поводу дорожного покрытия но это не столь трагично общий вид опять же на город вижу что есть новостройки и неплохие вот там строится создание то же самое тротуары по-прежнему достаточно широкие просто огромные так здесь здание у нас с историческим фасадом и тоже выглядит ухоженно все здорово нигде ничего не отскочила не отвалилась просто изумительный вид обочину хочу обратить ваше внимание на обочину тоже семнадцатый год в принципе тоже видно что она ухожена где-то вот пожукла трава ну это в принципе как скажем так исключение тоже ведется стройка по левой стороне видим вот такой большой перекресток попадаем чем нравится перекрестки просматривать то что мы сразу можем посмотреть на четыре стороны четыре улицы фактически вернее две улицы но на четыре стороны их просматриваем балконы что довольно таки часто пугают но здесь выглядит просто шикарно причем все ну что ж хабаровск радует просто радует отходим дальше от центра такая вот улица интересно и посмотрите насколько зеленый город сколько огромное количество деревьев в принципе где бы мы не смотрели и вот эти парки парки скверы как правильно назвать посмотрите тоже ухоженные довольно таки тень то есть вот в летний период времени тоже гуляя по этим сквером можно конечно же подышать воздухом и пройтись в тени этих деревьев что достаточно приятно еще один такой солидный перекресток давайте посмотрим ну в принципе здесь то же самое хорошем состоянии все здания видим довольно таки чисто и на дороге ну как кое-какие изъяны но это опять же как исключение и скажем так мелочи я специально друзья мои быстро просматриваю улицы чтобы посмотреть как можно больше город как можно больше отходим дальше от центра также в принципе вид неплохой 17 год то есть вот чувствуется опять же вот на таких участках чувствуется ухоженность да здесь нет запущенности ничего такого страшного не происходит кое-какие моменты вот с асфальтом на тротуарах но тем не менее неплохое дорожное покрытие с разметкой здесь тоже самое видно что осуществляется хороший уход незароченности нет ничего выходим еще на одну улицу вот так она выглядит улица орлова опять же обращая внимание на обочину обращая внимание вот на эти лужайки ухоженные и довольно таки хорошо ухожены есть свежие многоэтажки есть постарее балконы и лоджии уже здесь выглядит тоже довольно таки хорошо без вопросов но многоэтажка вот это вот она современная конечно же здесь и лоджии все выглядит под единый стиль и очень достойно ну вот такие вот балконы что только непонятно что с ними здесь происходит возможно дом может быть еще не сдан полностью что ли ну как-то вот неясно но тем не менее вот такой общий вид и достаточно хороший несмотря на то что мы с вами находимся уже ближе к окраине так ну что пора посмотреть нам дворы хотя вот попадаю в один из дворов и вижу что здесь съемки очень старый к сожалению но тем не менее опять же обращаю внимание насколько достойно выглядит фасады всех многоквартирных зданий есть места для парковки лежит плитка вот хабаровск нас радует при домовой территории ну несколько скажем конечно требует может определенных каких-то вложений и изменений в положительную сторону нити но тем не менее она не загажена не зарощена принципе тоже виден уход хотя бы какой-то за этими местами довольно большая такая площадка детская тоже к сожалению съемки достаточно старые посмотрим сейчас мы панорамки более новые может быть даже по дворам где-то найдем вот есть многоэтажка свежая такая стоит но двор вот здесь несколько похоже скажем так еще дальше отхожу от центра улице дзержинского таким образом она выглядит здесь 17 год посвежее здание по-прежнему смотрите таким образом выглядит неплохо здесь какой-то ремонт проводится видно опять же широкие тротуары и вообще вот хочу сказать что даже вот от центра отодвинулись мы отошли неплохо но тротуары очень широкие по-прежнему дорожное покрытие просто здоровская так теперь стараюсь попасть хоть какие-то дворы чтобы были более свежие съемки но ничего не получается все в принципе вот так со стороны улиц да вот здесь вот свежие съемки но двор к сожалению по отношению к тому что мы видели до этого выглядит намного хуже ну а вот здесь вот совершенно иная картина улица гоголя и вот о чем я часто что я в вернее часто наблюдая допустим странах балтии или в восточной европе когда автомобили паркуют и место парковки выделено плиткой вот пожалуйста в хабаровске даже это присутствует ну правда не везде так ну здесь конечно по современнее здание видим по ухоженней сама территория вся прилегающая здесь конечно можем наблюдать современные многоэтажки с таким замечательным двором построены совсем недавно естественно будет выглядеть вот таким образом но опять его посмотрите вот эти вот лужайки как выглядит да есть контраст вот по правой стороне видим такой вот какой-то бледный болотного цвета забор и что-то непонятно с частной застройкой так ну а здесь хочу обратить ваше внимание на фасад вот этого дома видно что он конечно же после реновации отремонтирован и выглядит довольно таки хорошо а здесь у нас многоэтажки более современные современной такой стильной отделкой подъем идет ну и вот дальше продолжается да можно сказать как таково здесь двора нет но хочу обратить внимание тоже на такую вот хорошую ухоженность и порядок в этих местах конечно если хорошо покопаться найдется огромное количество проблемных дворов ну вот допустим по типу этого но опять это тринадцатый год всего лишь навсего не будем зацикливаться и вот так уж прям строго здесь как-то придираться ну а вот здесь пожалуйста съемки хоть и старые но двор выглядит очень красиво скажем так ухоженно самое главное может быть великой красоты мы здесь не наблюдаем но тем не менее ухоженность хорошая асфальтирована есть места для парковки люди выходят на твердую поверхность не наступая в грязь вы уже в какие-то ну и есть конечно и такие вот дворы ничем не примечательные несколько скажем так запущенные к сожалению причем тоже достаточно свежие съемки семнадцатый год хочется еще мне пройтись по нескольким улицам полюбоваться вот такими современными красивыми и довольно таки огромными зданиями скажем так ну может быть кого-то и это не совсем привлекает для крупного города это вполне естественно не хочу сказать что это выглядит просто и со стороны эстетики там и градостроительство просто идеально нет конечно же но опять вот это здание не столь уж и высотные вот здесь конечно мы наблюдаем его там вдали да конечно высота зданий достаточно большая может быть и не стоит этого делать опять же как будто бы вот такое впечатление что нет места уж где где а здесь на дальнем востоке место предостаточно для строительства смотрите сколько современных зданий мы наблюдаем ну фактически вот попадая на любую улицу можем видеть что построено много современных жилых комплексов именно жилых комплексов хочу сказать здесь ведется строительство тоже но опять вот сейчас это все выстроится и вот какой общий вид непонятно то есть вот по архитектуре очень различные здания снова новые совершенно постройки ну а по левой стороне видно что проведена тоже реставрация вот таких более старых зданий ну вот опять же с какого только ракурса мы можем не просматривать везде видим новостройки ну либо отреставрированы конечно же какие-то более старые здания такой общий вид на улицу до местность не совсем уж и ровная понятно есть уклоны улиц но тем не менее они может быть даже ради уклоны как-то красит общий вид города вот такой давайте посмотрим еще одну яркую красивую панораму здесь съемки у нас вообще очень свежий сентябрь в семнадцатого года опять вдали просматриваем краны работают то есть город растет несмотря на то что здесь 600 тысяч население даже больше продолжается стройка продолжается в принципе вот увеличение города ну с одной стороны это хорошо конечно же с другой ну куда уже расти больше идет города огромные такие они не совсем конечно может быть уютны для проживания но обычно таких населенных пунктов более качественное образование медицина ну и уровень жизни теперь переносимся мы в украину но к сожалению проблема с мариуполем в том плане что нет полноценных панорамных снимков и поэтому будем довольствоваться всем тем что есть просматривать определенные какие-то изображения и строить общую картину о городе начнем вот тоже с такой большой площади это площадь победой съемки у нас восемнадцатый год достаточно свежие видим что в принципе устелена плитка на всю площадь здесь вот была какая-то наверное реконструкция чего-то не ясно ну и пока еще не доделано площадь большая в отличие от хабаровска отсутствует какие-то цветочные композиции вот не хватает здесь но тот же фонтан разбит но зато вот стоит вот такая вот колонна с часами так ну как я уже и сказал давайте довольствоваться теми изображениями которые есть возможность посмотреть попадаем вот на такое интересное место съемки крайне свежие это сентябрь двадцатого года улица довольно таки широкая здесь посмотрите какие замечательные тротуары опять же ухоженная территория прилегающие вот эти вот обочины все выкашены все убраны чисто здесь постель на такая более крупная плитка неплохое асфальтное покрытие хочется отметить здесь изображение у нас шестнадцатого года такая вот улица но в принципе тоже не в худшем уж и состоянии находится всячески конечно же я постараюсь может быть где-то найти изображение придомовой территории многоквартирных домов самих дворов но вот пока пока такой возможности не появляется но смотрим дальше знакомимся с городом дальше по-прежнему съемки восемнадцатого года прилегающая территория к многоэтажкам классический также вот и в украине располагаются на первых этажах всевозможные какие-то торговые точки еще одно очень свежее изображение города мариуполь это март двадцатого года но это март понятно нет зелени и нет каких-то вот насаждений здесь но смотрите на что хочу обратить внимание вот эти места все в принципе разработаны то есть здесь либо что-то растет либо планируют засадить допустим там ну может быть какой-то газонной травой либо цветами и вся улица будет выглядеть просто изумительно решил друзья мои попробовать посмотреть город через яндекс карты но здесь тоже они к сожалению изображение старое это 12 год но хотя бы можно вот так более-менее пройтись по улицам и посмотреть город воочию ну вот посмотрите опять даже на 12 год ну что выглядит достаточно хорошо тоже на тротуарах мы наблюдаем плитку как в хабаровске отличные дорожные покрытия улиц из дворовых территорий попалась только вот такая не совсем приличная конечно же панорама и сами дома достаточно здесь старые убогие но вот и говорю довольственности тем что есть но мы сейчас посмотрим все-таки даже в двенадцатом году как выглядели дворы в этом городе вот еще один общий вид на город хотя и здесь декабре двадцатого года свежие зато съемки может быть конечно опять же говорю не совсем прилично выглядит как бы природа сама ну понятно это все но тем не менее проблемы проблемы также встречаются вот с этими балконами как и в россии но отмечаю хорошие дорожные покрытия посмотрите насколько тоже хороши тротуары все в плитке и дорожное покрытие само просто идеальное можно сказать везде вот такие вот защитные заборчики стоят в принципе вдоль всей улицы ну вот так украине вроде бы казалось бы как и кризис но тем не менее вот в таком состоянии город находится на двадцатый год здесь мы попадаем в один из дворов в принципе съемки конечно тоже я не могу сказать что свежие но опять же хотя бы не двенадцатый год вот так он выглядит похож чем-то на те дворы которые мы смотрели несколько дворов посмотрели в городе хабаровск принципе то же самое ничем великим здесь не отличается ну что ж давайте посмотрим несколько изображений непосредственно с улиц пусть они и старые но тем не менее город выглядит на них тоже просто замечательно мариуполь также радует широкими улицами посмотрите замечательными фасадами зданий несмотря на то что мы отошли тоже от центра отмечаю кроме всего прочего конечно же в основном на всех улицах хорошее дорожное покрытие ну где-то может быть нехватка инфраструктуры определенные какие-то разметки нужны здесь да их вот здесь нет но тем не менее что можно было бы сделать для улучшения общего вида убрать вот дополнительно вот эти вот баннеры такие неприличные общий вид на улицу посмотрите деревья все ровные ухоженные видно конечно же вот такая еще улица меня заинтересовала очень чем-то похожа на ту которую мы сейчас просматривали с вами в хабаровске тоже вот с таким уклоном и по левую сторону видим многоэтажки да здесь они может быть не совсем современные не видим столько строек как в хабаровске здесь такая вот площадь тоже в плитке беда вот бордюром только единственное ну что ж давайте назад вернемся в россии в город хабаровск посмотрим несколько изображений частного сектора и вот в такой район я попал сразу же прям неожиданно вот такой общий вид на 13 еще раз повторяю год так как съемки достаточно старый но тем не менее посмотрите насколько неплохой общий вид получается ливневка проходит такая облагороженная территория и вообще мы на улицу смотрим то есть и опять же это вот не исключение такая придомовая территория а в принципе это правило вот везде одно и то же просто выглядит неплохо здесь вот эти пресловутые трубы ну вот как бы их скрыть и и сделать вид получше вот в такой короб поместили непосредственно хочет мне выйти вот на эту улицу да вот такая странная теплотрасса или что это такое проходит не знаю трубы конечно сильно портят также здесь общий вид в этом же районе перейдем на соседнюю улицу хочу сказать вдали видим огромное количество современных таких вот каких-то новостроек частного сектора здесь тоже и старые фасады зданий и новые пристройки видим конечно же ну и хочется выйти вот на эту улочку небольшую поближе но вот так если отбросить какие-то стереотипы убрать немножечко провода вот здесь вот и глядя на это на все я бы сказал что находимся конечно же не в россии никогда бы не поверил кстати говоря еще раз повторюсь съемки достаточно старые очень красивый вид хабаровск меня порадовал надеюсь и вас тоже просто невероятными такими вот моментами хотя проблемы есть по городу и мы их тоже с вами встречали но тем не менее посмотрите какие есть и красивые места есть конечно и похуже улочки здесь она достаточно широкая но по ухоженности минус того что мы видели хотя съемки опять посмотрите с более свежие здесь ну как сказать минус до кой какие шероховатости присутствуют но тем не менее улица смотрите длинная деревья тоже вот эти зеленые насаждения тоже выглядит неплохо виден за ними уход определенной обочина ну что ну может быть пора бы уже подкосить в эту травку немножко но опять если бы за все совсем ее бы не убирали не скашивали выглядела она бы намного больше здесь но здесь уже присутствует вот частный сектор точно так же да вот пожалуйста минус какой большой красота такая разбитая территория хотя современный хороший и довольно таки богатый дом стоит но может быть не живут временно почему так это выглядит неизвестно ну а тут хочется показать вот современный тоже коттеджиный поселок строился еще в тринадцатом году думаю что сейчас вот были бы более свежие съемки он конечно полностью заселён и выглядит совершенно по-другому ну еще раз давайте вернемся в украину стараюсь найти частный сектор но попадаются съемки вот опять же двадцатого года поэтому говорю что вот есть тем будем довольствоваться тоже самое очень хорошо выглядит город просто невероятно не ожидал честно говорю что не ожидал конечно же виды и прилегающие территории к зданиям и сами здания просто радует есть проблемы есть проблемы и с балконами что часто наблюдаем также в россии есть конечно же только старые в основном дома многоквартирные новые какие-то не встречаю по съемкам как будто бы вот ну стройка не ведется в городе совершенно вот там вдали можем наблюдать уже реконструированный дом реновация тоже определенная проходила думаю что до пятиэтажки все они также будут уже переделаны к сожалению по городу мариуполь нет в изображении по частному сектору фактически вот только клочками вот тут вот интересный такой момент посмотрите дошла плитка закончилась резко закончилась резко пошли пути дальше вот ну вот такая вот красота плиц с плиточным покрытием почему-то резко обрывается причем заделан весь и пешеходный переход здесь уже самая окраина и частный сектор и к сожалению также спрятан где-то за вот этими зелеными насаждениями и толком мы его не наблюдаем здесь тоже все как-то странно потому что в принципе вроде бы просматриваются и многоэтажки здесь вроде бы как и сквер но что-то состояние его не совсем приличное на шестнадцатый год частный сектор тоже не совсем хорошо просматривается но можем вот только определенные какие-то здания наблюдать вот такая попалась мне панорама друзья мои к сожалению к сожалению не можем мы толком рассмотреть частный сектора в городе мариуполь что в украине здесь мае двадцатого года очень свежие съемки но такой общий обзор на город и сейчас давайте еще посмотрим несколько улиц и на этом будем заканчивать свой обзор сравнение ну вот так выглядят дома конечно же видим что это ближе тоже к окраине уже вот он весь центр и так понимаю просматривается ну а здесь дома как выглядит напишите пожалуйста все это в комментариях я комментировать пока ничего не буду частный сектор да вот представлен в принципе достаточно крупными домами посмотрите и современной постройки но есть может быть какие-то вот проблемные такие вот вот здесь тоже самое но в принципе много и современных построек вот такая вот еще одна из улиц железнодорожными путями хотя вот такое чувство что по ним уже давно никто не ездит ну может быть я конечно ошибаюсь может быть мы встретим все таки здесь трамвай шестнадцатый год шестнадцатый год в принципе в хабаровске мы тоже смотрели но на год постарше то здесь будет всего лишь навсего там был семнадцатый год тоже такой общий вид на улицу здесь мы неожиданно попали вот такой замечательный сквер парк можно сказать здесь стоит памятник в виде танка написано за родину на территории я бы не сказал что прям уж хорошо ухоженная но хотя бы как то что то есть вот и клумбы разбиты видно что растут цветы есть зеленые насаждения вот такой живой заборчик тоже вроде бы как за ним ухаживает здание выглядит вот таким образом ну что ж друзья на этом я заканчиваю ролик я уже и так затянул посмотрели мы достаточно много красивые виды конечно же вот в этом сквере всем огромное спасибо что досмотрели ролик до конца пишите комментарии ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал ну а мы как всегда с вами увидимся на канале среда обитания всем до свидания